Нам, кто у них будет на центральной линии, вообще, где хороший рассказ. Есть какой-то рассказ Тутини, но мне кажется, сейчас еще какого-то мощного кастера они могут забрать. Забанили Медузу, который вчера Тинси порабощали всех, забанили Хуска под Виверну. Что-то, кстати, странно. Ну, то есть, Хускор и Виверна, это не та комбинация, которая всех убивает. Ну, на всякий случай. Может быть, вчера посмотрели последнюю игру, и им совсем не понравилось. То, как этот Хускор. Он действительно же вчера отыгрался из очень такой тяжелой ситуации. Так-то да, но там был Оракл, то есть парень жил просто 20 лишних секунд в драке, за счет того, что у него был этот друг, который его цевил. И если бы этого друга не было, они бы там проиграли. Так что пока куча минус армора, куча не АОЕшных героев от Минеска, то есть Венга, соло-таргет, тайт-хантер. Иногда в АОЕ что-то дает, если не будет убираться с Вертиганим. Огром, акс, соло-таргет. Будут проблемы, тем более будут проблемы со стилером. И вот они и фиксят АОЕ проблемы тинкером. Да, тинкер самое ультимативное решение такое. Венга саппорт сегодня, получается? Возможно, возможно, да. Сейчас посмотрим, конечно. Но здесь тинкер точно не саппорт, тинни скорее всего тоже, тайт-хантер вряд ли пойдет. Получается, что так. Ну, возможно, она возьмет какую-то такую очень уверенную четвертую позицию. Опять же, вроде бы Венга саппорт, но не сказать, что эта Венга своей аурой здесь будет хороша. Потому что, ну, иллюзия слабенькая. Иллюзия тайда, иллюзия тинкера, иллюзия огра. Ну, может быть, иллюзия тинни, может быть, что-то и покажет. Но это не совсем то. И ответ к ТНС. Шторма подбанили очень грамотно. Минески, последний герой, Shadowfin, темный властелин. Которого не так часто мы видим в доте. Я вообще не помню, когда я последний раз комментировал игру с Shadowfin Dome. Может быть, до International. Вспомни времена, когда Клакверк SF в каждой игре залетали. Ну вот да, вот, собственно говоря, вот в те времена, наверное, и комментировал. Не знаю, после Инта что-то было. Ну, по-моему, да, по-моему, что-то было. Нет, герои точно брали. Сейчас я просто попробую найти, когда это было в последний раз. Ну вот в новом патче как-то SF берут очень-очень мало. Хотя, вроде бы, его сделали сильным. У него появилась ветка через магический раскаст. Причем довольно неплохая, с кучей урона. И самое приятное, это лайн-стадия. Теперь у него прям сверхсильно. За счет того, что настакиваются его эти рейзы на плюс 60 урона каждый. Да, да, да. И если ты играешь неаккуратно, если ты представляешься, то ловя, допустим, ближний, потом через какое-то время дальний, ты еще потом ловишь или средний, или ближний, с двойным уже докрафтом, и можно таймер, типа, не сбивать. И на линии просто прогоняешь оппонента, так накидывая в него иногда и по чуть-чуть. У меня вопрос, а что с Огром? Почему он в спасательном круге? Он тонет? Это же сет подводный, типа, с компедиума последнего. А, он уже утонул. Видимо, спасательный круг не помог. Вроде как, там было три сета, плюс потом появился Кунка еще отдельной веткой. Один это Огр. Сейчас тебе скажу, кто еще был. Огр, Луна и Слардар. Приготовьтесь к битве. Причем, это был первый раз, когда за компедиумом сделали такие плотные квесты именно на команду, то есть, типа, ветка. Сам что-то делаешь, ветка, сам что-то делаешь, и третья ветка, там, победа на батлкапе, станы командами и так далее. То есть, там, где, там, застань всей команды на 450 секунд, или ты просто играешь коллективом, чтобы сделать эти квесты. Прикольно. Да, и раньше такого не было. Вспомнили все-таки о том, что дота — это командная игра, как оказывается. Так, может быть, и рейтинг сделает какой-нибудь комбинированный, как в кейсе. Командный, да. Было бы неплохо. Было бы очень неплохо. Но об этом мы узнаем совсем скоро. Вроде как, там, сколько? Один день остался? Ну, 93 ноября по календарю Valve. Они в октябре обещали бету или альфу этого артефакта выпустить. Сейчас уже идет, получается, по-моему, 45-е где-то, октября. Плюс-минус. И его все еще нет. Как в сказке про аленький... Ой, не про аленький цветочек, про 12 месяцев. Где, там, отменили... Отменили, я не помню. Отменили, по-моему... Да, вот что-то из этой серии. Отменили то ли там февраль, то ли... Ну, я не помню уже. Какой-то месяц, короче, там было 32-е число. Ну, собственно, видимо, у нас так же. В начале игры забирают левые руны ТНС. Правые руны достаются команде Минески. Уже забирает спокойно Мун Баунти и идет на мид. И здесь, вот, кстати говоря, действительно, Винга не очень хорошо заходит как суппорт. И ее сделали все-таки кэри. А Тинни у нас пойдет на саппорта. Саппорта Тинни я еще не видел, честно скажу. Я не понимаю, как он будет работать, но герой, у которого 800 хп на первом левеле, это вроде не так и плохо. Да, даже несмотря на 0 брони, 800 хп на дороге не валяются. Знаете ли, какой-нибудь Коттл имеет в 2 раза меньше. На нижней линии у нас Тайтхантер против Лайфстиллера. И здесь для Айс Айс Айса хорошая линия. Тайтхантер должен здорово стоять против Лайфстиллера. Не должен. Не должен? Не, вообще не должен. То есть, он сколько-то его гоняет, но в какой-то момент Лайфстиллер покупает себе топорик, перестает вместить по крипам, потом покупает Фейзи и убивает Айдхантера в соло. То есть, если посмотреть, это знаешь, как работает от личного исполнения. То есть, допустим, если ты вспомнишь, где-то месяца 2-3 назад, может быть, чуть позже, чуть раньше, была эра засилья Абаддонов в сложной линии. И просто каждую игру Абаддон, 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 все через него играли. И Virtus.pro брали постоянного Лайфстиллера против этого дела, и только в их команде Рамзес был настолько хорош, что оставляли его просто в соло, и он каждый раз в тренинге выигрывал, убивая Абаддона несколько раз. Потому что на исполнении. Так и тут. То есть, сам по себе Лайфстиллер сильнее Тайтхантера. Но не самый качественный Лайфстиллер или очень хороший Тайтхантер могут с Теллинии много вынести. Но не с первых уровней. То есть, Тайтхантер что-то здесь получит. Тайтхантер второй, третий получит точно дальше по ситуации. Но опять же, желательно, конечно, иногда хоть кого-то переносить, и какой-нибудь интерверный, если подходит, это почти гарантированный фраг, если Тайтхантер наглеет. Ну посмотрим, посмотрим, как постоит здесь Тайт. Мне кажется, что Айс 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 здесь на линии достаточно многое успеет получить, прежде чем его отсюда прогонит. Ну вот, как только стягивается саппорт, все достаточно серьезно меняется. Потому что Чаша Весов, она все больше-больше перевешивает на сторону Лайфстиллера. И все же, пока что у него, как мы видим, нету вандов. Пока что второй Фист и Тайтхантер взял себе второй Кракеншелл, пробивать довольно тяжело. И верно делает отвод. Пока что решают его не трогать. Тинни забирает две баунти руны, Тимс забирает две баунти руны. Здесь такая сверху у нас плотная дабла Бестмастер с Лордар. Очень популярная дабла с каким-нибудь там Бестмастер плюс Туск или Слардар или что-то такое. В общем, два толстых героя, с которыми тяжело. Но с другой стороны, это Винга и Огр, которые, в общем-то, свое тоже должны брать на линии. Выходит Тинни с бревном. Смотрит на СФ, а не подпускает его крипа. Джабс пока что у нас здесь такой супер-роумер. Мне кажется, было бы правильно, если бы можно было из его рук съедать за счет танго это дерево. Сидет Тинни, я такой думаю, сейчас я тебе въеду. И ты просто оп, подъел. Прямо из рук. Круто. А Морфа, Морфом заполнять боттл. Бежит Морф, ты раз его в бутылку, как Джина запер. И он там... В чем вражеского Морфа, еще и денег заработал. Да, да. Ну, естественно, вража. Знаешь, как у этих, у Кадоев в Варкрафте был, скид пожирания, так и тут, да. Прикольно, да. Ну, это... Так, СФ сейчас выкинуть, похоже. Да, могут. Тинни, должен был успевать, но что-то не пошло. Это Тинни с деревом, конечно... Ох ты, пошло. Ну, нет, это такой... Ну, не так далеко пошло, то есть, похороший на подвышку выкидывать. Стянул Слардара. Тоже неплохо. У него есть, наверное, еще два броска. Или даже на три, если он клариков пропьет. Так что можно прямо сейчас выйти под лазер, под ракетный тинкер. У него не хватит урона, чтобы будет СФ. Продолжает развлекаться Джабс. Да, ему норм. Да. Оставили одного. Зылок в том, что он будет контролировать в драке героев. То есть, опасно. Идет там какой-нибудь СФ ульти, ты его выкидываешь. Идет какой-нибудь ластиллер в рейдже, ты его выкидываешь. Ну, или там, нападает на тиммейта, и тиммейта откидываешь подальше. То есть, такой парень на севе, который что-то может дать какие-то дизейблы. Подпитать немного, опять же, когда появится ультимейт. Здорово будет смотреться то, что на него не работают дизейблы долгое время. Очень быстро все спадает. Смотрим, как Тайтхантер стоит против лайфстиллера. Пока что... Лайфстиллер, конечно, имеет побольше крипов, но... Я бы сказал, что Тайтхантер уже получил достаточно много на этой линии. Он уже четвертый, он захиливается флаской, ему прилетает кольцо. И он продолжает здесь стоять очень-очень здорово. Так, Тинни опять со Слордаром здесь неравная битва. Продолжает... Не справляется с динайми крипов. У него урона хватает за счет фиста. То есть, СС начинает виверну напрягать. 437. Броней у него не так много. Подтягивается Тиммс. И таким образом, СС тянул на себя уже трех героев. Рэйвен бежит, но не совсем понятно, что он тут хочет. Тайтхантера он явно не убьет. Так, ну и на верхней линии надо посмотреть, как дела у Бестмастера, если уж его одного оставили. 11-2, третий уровень. У него чуть похуже дела, чем у Тайтхантера. Если вот так вот сравнивать оффлейнеров. Да, это пока что смотрится поярче. Транквиллая покупает себе Тинни. Даже уже принес их. Продолжает агрессировать на СФ. СФ находится в состоянии перманентного страха. Что выбежит сюда Тинни, куда-нибудь его выкинет. Из-за этого у Тинкера получше Крепстат. 20-16 против 18-8. Еще и Лазер постоянно напрягает. И ХП у СФ 680. С таким ХП очень тяжело. Не бояться. Потому что любой герой, выходящий, это инстатилл. Да, Тинкер не взял себе 2 скиллпоинта. Так, тут выкидывают Бестмастера. Начинают его бить. Бестмастер закидывает топорики. Очень много урона залетает. Есть еще Эвеланж. Ну, это Ферст Блад. В исполнении Джапса. Отлично. Поймали здесь Беста. В итоге Бест отдает ФБ. Айсайсайс тем временем 24 на 2. Вот сейчас выгрызает. В центре идет нападение. И в центре идет нападение одновременно с этим. Тинкер против СФ. Фатинкер все-таки погибает, Тинни приходит сюда. Но у него нету маны. Джапс. Двух ман не хватило. Одной. Ну, кидай. Не видят. Видишь, нет. Вы сломали вард прям только что, перед нападением. Да. И за счет этого Куку убить не удалось. 2-1. И еще и Тайт Хантера прогнали тем временем с линии. Он улетел. Но обещал вернуться, конечно же. Пятый уровень. Третий Кракен Шелл. Второй Анчер Смэш. Делает себе Сол Ринг, чтобы мана была постоянная. Приятный сейчас Сол Ринг на таких силовиках. Да. Ну, вот уже начинается стадия, когда Тайду тяжеловато. Мы видим, что Лайфстиллер открывает слишком большие куски. И перетяжка на верхнюю линию. Здесь Свинга вместе с Огром залезли слишком далеко. Муж пытается сделать ТП. У него это получится. И также Нинджа Буги отступает. Вряд ли его догонят. Лайфстиллер перетянулся впустую. Ну, подсейвил Бестмастера разве что. Ну, конечно, хотелось бы фраг какой-то сделать. Ну да, Тайт Хантер дал возможность получить 6-й левел. Правда, он не взял пока что ревейдж. И, видимо, не хочет вписываться в драки. Но это Ассаси, это стандартно для него. Когда он играет не от 6-го уровня, а от того, как идет линия. Будет не в 10-м подключать, если все хорошо. Ну, знаешь, очень ранний 6-й. Бестмастер, например, тоже не взял ультимейт. Но только потому что у него 4-й уровень. Он на 2 уровня настолько стоял. Ему, скажем так, больше выделяли внимание. Все-таки стояло 2 героя в томе постоянно. Да. Писает 3 нападения. И захиливается интерверно. Сейчас ее выкинут. Не выкинут. Так, уберем. Да, Тинкер все-таки взял себе ракеты. И вот только сейчас начинает качать марши. Давайте на нетверс переключимся. Посмотрим. Лайфстиллер идет с небольшим опережением. Тайтхантер на третьем месте. Вот вам, пожалуйста, этот Тайт, которого оставили. Сейчас будет драка в лесу, потому что был здесь. И у него сильные кайлы. Не отпустят. В среднем. Оп. Вот так вот Огры умирает. Да, еще там за Тинни выехали. Здесь Бестмастер 5 уровня. Замедляет Тинника. Опять скорость беговую. Надо как-то Кавана убрать. Ну и реведж взял. Покидывает с Лордара. Очень неплохо. У Тайтхантера есть Равашечка. Равашечка пошла на подсейв Тинни. Не самый лучший реведж с точки зрения фрагов. Но засейвил своего суппорта. Не знаю, 150 секунд кулдау. Мне кажется, проще было продать Тинника. И куда-то пойти сделать фраг на том же там эсейфе. Или там ластилера как-то убить. Да, вот я, наверное, здесь соглашусь, что не самый лучший получился. Нападение на Тинкера. Тинкер вынужден отступать. Лазера у него нету. Летит ему что-то с Брейсера или Солринг. Ну, или Талисман, или Солринг прилетел. И подходит сюда эсэф под регеном. Сейчас нужно Тинкеру отступать. Он застревает в крибах. Странная игра от Муна. Такое ощущение, что его там то ли подвлочили, то ли он не понял. Потому что был скан. Вроде как видели. Мне всегда кажется, что его Муша покусал. Муша покусал. Прям в этот момент. Вот именно в этот момент. Вот у них есть ямотех, например, в регионе, который вот так никогда не делает. Но вот есть Муша, который периодически, если ты посмотришь на его игры, вот просто любит, а вот всё хорошо. Вот бегут противники, у тебя есть время срегировать, отступить. И он всегда разворачивается в атаку. А не чтобы отступать. И вот здесь то же самое. Тинкер мог попытаться хотя бы отойти Солрардар, но пошёл в него. Такой, конечно же, Солрардар его не опростил. Сверху был ганг на Рэйвена, но здесь как-то беззубо этот ганг прошёл. Всё очень хорошо. Лайфстилер, он просто с помощью инфеста спокойно залез в крипа союзного. Вернее, во вражеского. И уехал. Ну, в общем-то, пока у нас такая раскачка идёт. Ни у кого никакого преимущества нету. Все формят свои артефакты. И самое интересное впереди, судя по всему. Как и бывает в доте, часто десятая минута. Какие-то фраги были. Ну, ничего особенного. Тайтхантер делает миг у себя. Есть Арканы уже. Очень богатый Тайт, конечно. Он богаче Тинкера. Ну, его вообще оставили одного. То есть, на эту линию Тайтхантер точно выигрывает. Тайтхантер сильнее крипов. Особенно на таком уровне. Девятый уровень взял. Но даже так он всё равно проигрывает Лайфстилеру. Который не стоит против крипов. Который не мешает там пара героев. Ещё идёт нападение на Венгу. У меня есть слаб, так что жить она должна. Но не очень далеко, скажем так, она. Выкидывает Лайфстилера, стан. Ну, неплохо, живёт, живёт. Хотя, хотят Венгу забить. Есть Праймурор у Бестмастера. И вот они прям бегут, несутся. Но замедление и скорость от Булласта мешают им сделать фраг. В итоге не убили ни Венгу. И Тинни сделал топ-аут. Говорится, лучше журавль в руках, чем Тинни в небе. Тимс пытается здесь ещё кого-то найти. Ну, скорее всего, будут пушить вышку. В этот момент Тайт Хантер всё ещё находился снизу. Вот сейчас он перетягивается. У него есть... Ничего себе, он перетягивается. Да, у него есть реверс. Это Айс Айс Айс. Это похоже на него. Он просто полетел в четверёх героев. И как бы его даже никто не думает бить. Но это Тайт. Он действительно очень сильный. Здесь ни нюков, ничего нету, чтобы его быстро забрать. Тем более, там ещё какой-то подсейв может быть. И Верна пытается что-то с ним сделать. Нет, вообще. У него уже появилась клака. Макказист повышенный. На миде, на Тинкера нападение. Тинкер даёт лазер. И, возможно, это его спасёт. Сплинтербласт залетает. И Тинкер... Тинкер! Тинкер! Уходит Тинкер! Идёт за ним до конца Слардар. Тинкер решает развернуться. Тинкер погибает. СФ тоже погиб. Размен один в один. Но уйдёт ли отсюда Тимс? У Тимса всё очень плохо. Его не добивают крипы. Его добивает синим снайперским броском. 5-4. Вот он пошёл, Лакшончик. Ну что, сделай у вас появляться какие-то полезные вещи. Той же Слардар сейчас, наконец-то, может начинать делать грязь с Хруззюхейзом. Да. Ну и Тайтхантер. Десятый уровень. Скоро Мека. Очень скоро Мека может появиться. А он Худуф Дефайнс решил себе купить сначала. И вот теперь Мека. Ай-сай-сай-сай. Зашёл в боковой магазин за кольцом. Да. Зашёл в боковой магазин купить кольцо. Ну вот, знаешь, сколько он игр сыграл, покупая там кольцо. Вот как тяжело переучиться. Даже профессиональные игроки. Вроде уже всё посмотрел, записал, запомнил. Специально пару раз запустил лове проверить, как там магазин, что там ещё раз есть, чтобы точно запомнить. И всё равно каждый раз иду там, то пытаюсь Блэйды купить, то какого-нибудь колечка, то какого-нибудь орчит собрать от улаза с запчастями. Ничего нет. Всё, пустой магазин. Но ведь Тиньи не вынавидит в бой, а Тиньи может выкинуть подвыше куда-нибудь героя. Причём, поиграя с СС, видно, что он много играет, он очень хорошо отыгрывает. Вот именно видно, что много практики, но даже это не помогает. Вот как вот, как с Дотой бороться? Ну ничего. Худо в Дефайнс в любом случае у него есть, выходит в Мекку. У Тайтхантера всё просто замечательно, он топ-3 по Нетворсу. Уже догоняет Лайфстиллера даже, ничего себе. А Лайфстиллер... Да, но Лайфстиллер просто ездит с Лордарем, причём залез в него на Вижении, поэтому все знают, что вот он где-то здесь, использую скан, чтобы достовериться, что он не идёт именно к ним сюда. И в итоге, пока суть доделок, они нападают на Витрверну. Да, Виверну тут мультикасс срабатывает, и Виверну погибает. Но Тайтхантера видят? Ну тут худ. Вот Тайтхантер худ. Ревадж. Тут ещё и ревадж. Да, смело. Неожиданно, инферс. Так, Ревен, алло, ты куда? Вот это нападение. Кентавер. Свардар не попал. Лайфстиллер просто вылез, убежал. Они же сильные, у них же рейдж и всё остальное. Ну вот как-то так. А чей это вообще был Кентавер? Доминатор у кого-то? Это нет, с Бесмастера. А, слушай, да, действительно. Просто у него будет такой же, что скилла вызвано. Но я только что нашел сатира. Да. Да, и получается, что... Хочется Маш контролить сегодня очень много крипов. Я на самом деле даже не задумался о том, что у Бесмастера могут быть крипы. Видимо, потому что не было вот этих часиков около Кентавра. Да, да. Не, я про то, что посмотрел, но только что был Кентавр и даже не задумался, что он мог ещё и Доминатор собирать. Ну, какая-то странная атака, странный рейдж. В итоге погибает у нас Слардар. Собирают Огра. Сейчас нападение на парня без рейджа, правда он скидывает с тебя все дебафы. Но урон-то всё равно должно хватить. Стан мимо. Ну, летит сюда, летит Тинни. Помочь, помощь, помощь, Тинни, помощь. Отличный эвеланч. Тайтхантер прожимает стик. И у Тайтхантера всё ещё половина хп, его просто не пробивают. Да, Тинни здесь оказался очень вовремя. И, опять же, отсутствие скиллов у Бестмастера. В Кулаване правил урор, так-то можно было по таймингу после первой прокидки, которая скидывает дебафы, сдать и второй сразу, и подвышка много урона вписать. Ну, вообще, у Тайды там два раза слетели с него дебафы, его как-то напрокало, короче говоря, Тайтхантеру. Он такой супер, да, вот он исполняет там плавание на спине в этот момент. Приятно играть за такого Тайтхантера. Ты прям чувствуешь безнаказанность, вот что ты можешь зайти, что-то сделать, и тебе за это ничего не будет. Главное, не переборщить с этим чувством, потому что иногда ты заходишь так далеко, что уже всё. Тимс находит нинджа буги. Уходит от него. Подсвечивает коррозив хейзом. Видит снизу венгу с момчиком. Ну, стандартный этим билд, мом. Shadow Blade. Здесь ничего нового. Ну, вот УСФ и без мома, но Shadow Blade. И про это не знают. Он стоял уже довольно давно, чистого леса. Нигде не высовывался, кроме рэбиджа в центре. И сейчас он может сделать фраг. На том же на переджапсе. Ба-ба. И не очень удачно. Ну, да. Немножко развернулся Джабс. Это, возможно, его спасёт. Ещё и свап. Винга взлетает. Очень много урона в Слардара. Слардар даёт хороший стан. Выкидывает венгу. Сейвят друг друга. Отлично. Летит сюда Тинкер. Тинкер прилетел. Тинкер даёт марши. Уже бежать сюда немножко страшновато. Находит Тимс. Тимс даёт стан. Тимс погибает. Рэйвен идёт в машинке. В машинке идти страшно. Уходит в Shadow Blade. Ку-ку. Рэйвен садится в него. Великолепная игра от Минески. Тинни с Вингой сейвят друг друга. Очень красиво. И эффективно. Но всего лишь одного героя забирают. Вообще, пока что такие размены, которые особо не перевешивают чашу весов в одну или в другую сторону. Увидев, что буквально тысяча, даже меньше преимущества Минески. Ну, мне кажется, у них всё должно быть неплохо в этой игре. А всё-таки Тинкера здесь тяжело ловить. Есть Винтер Верн, есть Бестмастер, Слардар, прыгуны вот эти вот замечательные. Но всё-таки... Так, находит Бестмастера, выкидывает пулу на Огра. Да, но я думаю, вот из-за этого Тинни во многом и любит. Сейчас. То, что вот мало какой герой может вот так вот сделать. Двигать на всех лвлах одинаково, и при этом сквозь БКБ. Сквозь Линку и так далее. Да. Сильный герой, который тяжело законтрить. Просто тебя выкидывает. Прикольно. С лотосорвом эта штука работает, когда Тинни сам себя бросает. Да, но вот в каком-нибудь ДНД, поэтому и вводятся какие-нибудь. Типа, минус выброску, чтобы вот это не было тотальным обузом. В доте пока не вели никаких шрамфов. Тинни просто кидает, и дальше будет кидать. Дальше, чаще. И еще и без цели просто куда-то. Куда-то выкидывая. Это вот, когда сначала герой заезжает на кэре, потом он настолько хорош, что он уже заезжает на суппорте, и чуть ли не без шмота. Потом его фиксят в 7-8. Его не берут вообще никуда. Стандартная история любого героя Дота 2. Но не Пуджа. А, что с Пуджом? Ну, у него там топ-пик рейд всегда везде. А, ну это да. Сколько бы патчей не выходило, чтобы с ним не делали. Там нападают на Сардара. Сардар тут заболел. Тоже его выкинули. Ну, там Венгас ШБ подстанила, и началось веселье. Айсайсайс. Есть у него уже мека, делает все грибзы. Ну, в общем, такой Тайтхантер. В виде оружия сдерживания. У него будет очень много хп. На миде начинается драка. Здесь свапают Виверну. Очень много урона залетает. И Виверна погибает. Остаются без суппортов. ТНС. Минески потихонечку начинают поддавливать. В общем, этот Тайтхантер, он не будет резко куда-то врываться в ближайшее время. Он просто будет стоять и... В случае чего, пугать своим реведжем. Может, даже когда ты его даст. В драке. Лайфстилер. Приходит. Поджигает вышку. Интересности про СФ нужны? Я тут пару штук нашел. Нужны, конечно. Вот. Я не представляю, что с ними сделали, но со вчерашнего дня у него пикрейт вырос на 8,5%. Нижняя башня сил света разрушена. С 14 до 23. В ВП с Na'Vi вчера не играли. Играли. Na'Vi. Дэнди. Ну, все. Ну, 8% с половиной. Ну вот. Это больше, чем на 50% от старой цифры, так что. Это влияние современных профессиональных геймеров именитых. На мету? На мету, да. На мету в пабликах, в том числе. Ну вот, наверняка, немножко, ну вот у нас не так много зрителей сейчас на трансляции. Ну, 10 тысяч, хотя нормально. Ну вот, все вот так вот посмотрят, посмотрят, и я уверен, что немножечко пикрейт какого-то Тайтхантера вырастет. Потому что все же хотят вот таким вот бегать и просто неуязвимым героем. На самом деле, есть еще второй у меня вариант, почему так случилось. Почему? Есть в доте с этого патча замечательные бонус-герои. А. ИСФ сегодня бонус-герой. Все, ну так вроде неплохо. Я думаю, твоя версия побеждает, потому что это, как бы, слишком действительно большой процент. И бонус-герой, да. Столько людей смотрят именно про доту. Потому что, допустим, в этом месяце на пудже было сыграно 8,5 миллионов игр, например. Знаю, сколько зрителей там в среднем смотрят игру на ИВП вчера, там, на СНГС-лип, 100 тысяч, например. Но какая-то часть, часть из них, само собой, вообще в доту не играет. Какая-то часть не играет на ИСФ, какая-то часть, еще что-то. Поэтому вероятность того, что ее дозакинут к играм ИСФу столько процентов, она крайне мала. Ну да, но бонусные герои действительно халяву любят все, поэтому даже там... Так нет, тут еще лишь дело в том, что у тебя герой с рандомом может упасть только бонусным. Да, с рандомомы только бонусные, еще там... Еще доп шмотки получает ИСФ, она ходит на варде, пытается раскастоваться, реведж... Взлетает Лайфстилер, правда съедает Огра, ИСФ раскастовался, но погибает. Следом погибает Тиня, Лайфстилер неплохо нераздавал. СМЭйдж приходит, его забирают очень быстро и Муша бежит вперед. На том же варде, должен же, да, Тинфу был. СМ, что-то меня здесь было видно, и Бега, и Бисмастер тоже в Шадоу Бэде, в том же самом месте. Да, он ничего не раскастовал даже, он просто побежал куда-то. Трипл килл делает Муша на линге. Я правильно говорю? Нет, Мун делает на Тинкере, извиняюсь. Да, 2 900 урона. Ну Тинкеру, конечно, очень легко, когда вот так вот... Когда его не трогают. Находят, да, находят сначала героев соперника, им дают стан, реведж, собственно говоря, в этой ситуации. Ой-ой-ой-ой-ой, Муша. Это кэрри Винга, дамы и господа. Нет, 240 урона с руки. Да, это очень много урона. Хороший левел, хорошие таланты. Я думаю, это и есть та самая смысловая драка, которая уже нам показывает окончательно, что преимущество на стороне меня. Хотя и до этого они смотрелись получше. До этого там счет был, например, 6-6, перевес был меньше тысячи, а сейчас уже 8-14, 7к, и 7к на 22, но это уже куда серьезнее цифра. При этом СФ не набирает вообще денег. То есть вот он есть, фарм берет, полезен не становится, у него нет боковой драки, он пока себя не реализует. Бестмастер с шедоблэйдом собрал, вышки не пушит, героев не убивает. То есть два героя, пока что юзлаз, и это в негативную сторону на это влияет. То есть, конечно, два шедоблэйда с саппортов сильно по деньгам должны пробить, потому что, представить, нужно будет какие-то варды ставить сетри. Ну, не знаю, если они так будут окупаться, как вот в прошлом, и одна сентрая убивает двух кор-героев, то не сильно это ударит. Ну, вообще, да, вообще, конечно, нужно как-то эти шедоблэйды использовать. Тем не менее, тем не менее, вот согласись, все к этому шло, что скорее Минески выиграют такую драку, чем Тин Си. Как-то вот у них лучше получается. Хотя, не сказать, что они показывают какую-то идеальную игру. Тоже было немного сумбура в начале, но у них все получше. Абсолютно непробиваемый Тайт Хантер. Я не знаю, как его вообще можно сейчас пробить с этим Солар Крестом, Худов Дефайн с Грейвзы. Сейчас возьмет себе еще Шиво. Очень-очень толстый игрок. И будет стандартный ТХД, Тайт Хантер Дэмэдж выдавать. Тайт Хантер Дэмэдж тот самый. Подожди, а где Мидас, Маск оф Мэднес, БФ, Саша Яша? Ну, 25 левел плюс 250, это вот оно. Ну, да. Кстати, хорошее название для таланта, чтобы все знали, о чем идет речь сразу. Слапает в интерверну, Тимис пытается жить, Тимис 4-7. Очень кривая вот дабл, а при этом, да, куда-то я даже, честно говоря, не понял. Так он и самое забавное, вкинул Колден Брейс, но в крипа. То есть он дважды не попал. Выкупается, сейчас попытаются как-то подраться. Но стоит вот этот вот Тайт Хантер практически бессмертный. Рядом с ним стоит Муша с Аегисом, действительно бессмертный, в прямом смысле этого слова. СФ, нажимает БКП, все как-то криво, не знают, как вообще на это чудовище напасть. Тайт Хантер просто входит. И идет Тайт Хантер, готовится давать реведж, дает реведж под просветкой. СФ, находит СФ, а в этот момент врыв на Тинни. Тинни все еще жив, нет, Тинни все-таки съедают. СФ, Колден Брейс живет, бессмастер выкупается. Пока что только беста потеряли, раскастовывается СФ минус СФ. Байбека нет. Тинкер продолжает кастовать. У него еще Аркан, Руна. Ай-яй-яй-яй-яй, Аркан, Руна и Кая. Это тот самый Тинкер, который будет постоянно кастовать. Ревен просто бежит за ним и не может его догнать, потому что Тинкер постоянно уходит от него. Нет, все-таки подцепил Тинкера. Тинкера успевают подсвапать. Ревен получает якорем по голове и погибает. Какая боль с этой Аркан Руной сейчас была. Идеально для драки. Да сколько он кастует? 100 маны? Бесплатно почти. Очень удобно. 70 ракета, то есть. У тебя Солоринг дает 150 маны, и ты 170 сдаешь на полураскаста. Плюс селф реген героя, получается, что он ничего не тратит. Он может подавать бесконечно. Забирают шрайны. 16 тысяч преимущества. Ну, кажется, в этой игре уже практически все ясно. Как-то вот не получается. Опять же, очень неуверенная по КБ от СФ. Он сам пошел вперед, сам его нажал в момент, когда начал убегать. Или как-то так. Так там самое забавное, что Венга замахнулась убить саммонов Бистмастера. Она забрала и из доминатора, крипа, и простого. И вот когда она развернулась на Сатира, который со скилла вылез, СФ подумал, что будет стан, и нажал БКБ. Ну да. Испугался, короче. Саечку за испуг. Ну вот Саечка еще раз за испуг, опять же. Герою после байбэка. А, лайфстиллера выкидывал. Сатира тоже поехал. Сейчас еще могут совпнуть, когда закончится бомб. Бистмастер пытается, 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 руки поднимает, забирает. Его видит. За ним бегут. Залетает Мустан. В нем сидит лайфстиллер. Все бы ничего, но просто безнаказанные минуски врываются на базу, когда стоит еще Тер-2. Им вообще ничего не могут сделать. У Тайтхантера нет реведжа, но он не уязвим. У него слишком много хп, месов, брони, резистов. Тинкер уже с агонимом раскидывается. Пошли звери Бистмастера что-то пытаться сделать, но теряют вторую сторону. И что, будет драка? Выходит. СМХ успевает ультануть Вингу. Винга все еще с Аегисом. СМСФ растоставался. Забрали Вингу с Аегисом. Великое дело сделали. С большим трудом, да. Но лайфстиллер без рейджа находит его. Погибает он от Айсайсайса. Выкупается лайфстиллер. Вторая сторона потеряна. Можно сразу идти на третью. Здесь вгрызаются в Тинкера. Тинкер получает стан, но здесь уже Винга. Дает также свой станчик. Реведж готов у Тайтхантера. Тайтхантер готов ультовать. И вот он. Да, вот он пошел. Реведж по трем героям. Очень много урона. Забирают моментально всех. ГГВП пишет 14.37. Отличная игра от Минески. Они подтверждают, что они в данный момент в Юго-Восточной Азии очень-очень сильны. Хотя они еще не выиграли матч, но, по-моему, по этой игре очень-очень сочно. Тут даже дело не в том, там, Минески, не Минески, а в том, как они играют. Тимплей. Вот чувствуется, что у них есть эта вот наработка. То, что Муши списывается, свапает, джабсом заходит, выкидывает. Понимает, как работает Тайтхантер. Давно уже не было такого АССА. Но вот в этой команде действительно заиграл. Да, все на своем месте. Джабс отлично раскрылся на роли суппорта. Это тот случай, когда мидер переходит на саппорт, у которого что-то не получалось. Но на саппорте он отыгрывает просто великолепно. Немножко подзагойло. 9К, это и в Африке 9К. Ну да.